Президент ЕФС Дана Вайт всегда был откровенным и жестким человеком, и возможно именно это и помогло ему создать крупнейший промоушен по смешанным единоборствам в мире. Конечно же, у парня с таким характером всегда возникали и будут конфликты, в которых он в основном побеждает, поскольку мало кто может что-то сделать своему боссу. Но есть один боец, который почти что смог провести с ним реальный бой и даже подраться в самолете. Бывший чемпион ЕФС, которого зовут Тита Артиз, не раз получал от Даны проблем, но при этом он сам был очень близок к тому, чтобы свершить правосудие и надрать задницу этому наглому бизнесмену. Сегодня я вам расскажу историю вражды Даны Вайта и Тита Артиза, и поверьте, большего конфликта в карьере президента промоушена не было. Тита в раннюю эпоху развития ЕФС, наряду с Чаком Лиделлом и Рэнди Кудюром, был главной звездой ММА в мире. Его поединки приносили миллионы долларов прибыли, а противостояние с Лиделлом стало первым крупным заработком компании. Все это, конечно же, было не без поддержки Даны Вайта, поскольку в то время президент промоушена был менеджером Тита и близким другом. Именно с того момента началась эта многолетняя вражда, поскольку в один момент Вайт разорвал контракт со своим бойцом, и он перестал быть его менеджером. Что стало этому причиной, до сих пор неизвестно, но позже совладелец компании нашел себе нового любимчика. Им стал Лиделл, которого он представлял в качестве героя и возил его по миру, а Артиз позже превратился в парня-злодея. И именно на этом противостоянии ЕФС смогло сделать кучу денег. Тита не раз высказывал свое недовольство по отношению к президенту организации, апогеем которого стало появление Артиза на публике в футболке с надписью «Дана моя сучка». Боец даже несколько раз покидал ЕФС. Первый уход с промоушена произошел после истечения контракта в 2005 году. Бойца не устроили условия нового контракта, и он стал самым желанным свободным агентом рынка. Профиль Артиза даже был на какое-то время удален с официального сайта ЕФС. Бойцу поступило огромное количество предложений от крупных организаций. Ходили слухи о подписанных контрактах и предстоящих боях, но в том же году он вернулся в ЕФС. Дана Вайт заявил, что достиг взаимопонимания с Тита, и они урегулировали все имеющиеся разногласия. Но уже в 2006 году, после второй победы над Кеном Шемраком, Тита Артиз должен был провести реальный бой по правилам бокса против своего босса. Эти слухи быстро разлетелись, но они вскоре оказались правдой. Дана Вайт и Артиз должны были биться по правилам бокса, используя перчатки из этого вида спорта. Им даже выделили целый час на телеканале Spike TV для этого поединка, и каждый фанат мог посмотреть этот бой, заплатив за просмотр 15 долларов. Трансляция должна была быть платной. Президент ЕФС, как и полагается каждому бойцу, готовился к этому бою, в отличие от Артиза, который просто дал согласие на это мероприятие, хотя сам он не готов был драться. Вот что позже рассказал Вайт насчет этого сорвавшегося поединка. Я уверен, что победил бы, и он это знает. Именно по этой причине наш поединок не состоялся. Тита Артиз заключил с нами сделку. Мы достаточно долго конфликтовали друг с другом, что Лоренцо Фертите пришлось заключить с ним эту сделку на бой. Тита никогда не славился хорошим боксом. Он работал над ударной техникой с Фернандо Варгасом. Он начал подтягивать этот аспект, и мы действительно ненавидели друг друга. Он сказал Лоренцо, что ему меньше всего хотелось бы проводить боксерский поединок со мной, а это всего лишь три раунда. Три трехминутных раунда. Я сказал Лоренцо, да, подпишите контракт на бой. Мы не раз с Тита занимались боксом. Как только началась вся движуха вокруг нашего потенциального боя, я начал тренироваться, начал проводить тренировки с профессиональными боксерами-тяжеловесами, которые входили в топ-10, чтобы подготовиться к этому бою. Я был в отличной форме и был готов. Честно, я планировал надрать ему зад перед всеми. Но все же, позвольте мне вам прояснить ситуацию. Если бы этот бой состоялся по правилам ММА, то без сомнений Тита убил бы меня. Это было бы самое жуткое избиение, которое вы когда-либо видели в своей жизни. Он бы перевел меня в партер и избивал у сетки. Тита сломал бы мне череп локтем. А вот в боксерском поединке я бы разнес его и заставил выглядеть глупо. Он прекрасно осознает это. И именно по этой причине наш бой не состоялся. На этом война этих парней не закончилась. И спустя годы президент рассказал, что он вместе с артизом однажды реально подрался. Да, мы собрались подраться по правилам бокса, но на самом деле у меня есть еще одна история. Я никогда не рассказывал ее публично. Как-то мы летели в Японию на частном самолете. На борту находились мои партнеры, братья Фертита, я Тита Артиз и матчмейкер Джо Сильва. Мы с Тита дурачились, и ему удалось захватить мою шею, и он начал ломать мне ее. Я постучал в знак сдачи, но он не остановился. Вы можете серьезно навредить человеку, проводя такой прием слишком долго, особенно если вы такой большой и сильный, как Артиз. Поэтому я начал пробивать его в бок и по ребрам. Когда он отпустил меня, я вскочил, и в самолете началась полноценная драка. В этот момент самолет только взлетел, поэтому он начал трястись, из-за чего братьям Фертита пришлось повскакивать со своих мест и разнимать драку. До конца полета мы сидели в разных частях самолета. В 2008 году Дана Вайт вручил неразглашенный денежный бонус Лео Томачиде после того, как он победил Тита Артиза. Главу UFC спросили о том, был ли он когда-нибудь заинтересован в проигрыше определенного бойца. Вайт поведал о ситуации с Артизом. Несомненно, конечно же. Я могу сказать вам это. Я хотел видеть, как Тита Артизу надерут его чертову жопу. За все 13 лет, за все бои, которые мы когда-либо делали. Когда Лео Томачиде побил Тита Артиза, я на самом деле выписал ему персональный чек. Я буквально вручил ему бонус от себя лично. Ненависть этих двоих выходила за все рамки, но все же Артиз, который иногда очень сильно унижал и оскорблял своих противников, выглядел более адекватным в таком конфликте. Тита даже однажды перестал быть менеджером Крис Сайбор, поскольку он считал, что именно из-за него Жустина не могла биться в UFC. Я могу жить, зная, что Дана не любит меня, но я не могу жить, зная, что Дана использует меня, чтобы причинить вред кому-нибудь еще. Я получил оскорбление в свой адрес, и может быть некоторые из них я заслужил. Но Крис великолепный человек и отличная спортсменка, и она не заслуживает такого. Я не понимаю, как Дана позволяет своей ненависти ко мне причинить вред UFC и фанатам, не сделая боя Роузе и Крис. Он обвиняет ее в использовании запрещенных препаратов и говорит, что она недостойна боя с Рондой, хотя год назад он лично звонил мне, чтобы сделать этот бой. Я также устал от обвинений Даны касательно использования запрещенных препаратов. Я требую, чтобы ты что-нибудь сделал или же заткнулся. Проверь ее или прекрати врать. Крис является прекрасной женщиной внутри и снаружи. Не надо сыпать на нее обвинения. Она может быть тверда, как гвоздь, но у нее все же есть чувства. Артист вскоре был включен в зал славы UFC и президент лично вручал ему награду. И по слухам, с тех пор отношения стали налаживаться. Также после продажи промоушена бывший чемпион заявил, что если новые владельцы уберут Дана Уайта из организации, то UFC просто превратится в пепел. Конечно, у нас случались разногласия и конфликты с ним, но это является неотъемлемой частью работы. Это напоминает мне своего рода отношения, как отношения между парнем и девушкой. Они ссорятся, спорят, но все равно вместе. Дана это девушка, которая много работает на благо всех. Таков уж этот бизнес. В 2017 году Артист заявил, что помирился со своим старым недругом. Невероятно, но после боя с Соненом я получил сообщение с поздравлениями от Уайта. Мы с Дэйной давно не общались живьем, но в последнее время стали переписываться. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть. Я сделал несколько вещей в своей карьере, о которых я жалею. Возможно, футболка с надписью «Дана моя сучка» – одна из них. Можно сказать, что мы зарыли топор войны в землю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...